Александр Курлянский, ну погоди, сидели как-то волк и зайчик перед экраном телевизора, как друзья, и решили хоть в зимние каникулы не ссориться. А на экране красавица елка, заснеженное озеро, идут к озеру зверюшки, крепкие, мускулистые, сразу видно, отличные спортсмены. И вот во главе всех морж. Подошел морж к озеру, скинул шобу и бултых в воду в одних плавках. Плавает, ныряет в ледяной воде, хохочет. Вот это да! Удивляется зайчик. Ерунда! Усмехается волк. Мы не такое умеем. И вот уже волк в шубе, с каким-то электрическим прибором в руке, включил вилку в розетку и пошел из комнаты, разматывая провода. И вот он уже на телеэкране спустился к проруби, достал из кармана кипятильник, щелкнул выключателем, включил и опустил кипятильник в воду. Забулькал кипятильник, поднялся над водой пар. Захохотал волк. Вот теперь можно искупаться. Скинул шобу и в воду. Водичка в блеск. Парное молоко. Плавает волк. Радуется. И вольным стилем, и батерфляем, и кролем. Бурлит кипятильник. Работает на полную мощность. Все горячая вода становится и горячее. Растаял на озере лед. А вот и травка показалась. Вот и ягодки пошли. И грибочки. Подосиновики, подберезовички, рыжики. Клубится над озером туман. Ну и жара. Тропики. Сосновые шишки превратились в ананасы. Березовые почки в бананы. Лианы по деревьям побежали. Наполнился лес криком птиц. Несредняя полоса от джунглей. Самые настоящие. Жарко стало волку. Закрыл блаженно глаза. Поплыл на спине в сторону берега. Вылез на травку. А следом за ним вылезли крокодильщики. Один за другим. Идут за волком. Как солдаты на марше. Под песенку. По улице ходила большая крокодила. Если кто не знает. Родители споют. Сидит зайчик перед телевизором. За волка переживает. Как бедному помочь? А волк взглянул на него с экрана. Подмигнул. Мол. Знай наших. Крокодилы все ближе. Вот-вот схватят. Стукнул зайчик по телевизору кулаком. Подпрыгнуло изображение. Подскочили крокодилы. Лязгнули зубами костями. Оглянулся волк. Закричал от страха. И бежать. А крокодилы за ним. Прыгнул волк на дерево. Обезьяной забрался на самую макушку. С ужасом смотрит вниз. На крокодильщиков. А те оценили обстановку. Выбрали самого плоского. Поплевали на лапы. И стали пилить им. Как пилой дерево. Вжик-вжик. Вжик-вжик. Как поется в песне. Уноси готовенького. А другие крокодильщики. Разворачивают скатерть. Расставляют тарелочки. Готовятся все к обеду. Дрожит волк. Трещит ствол дерева. Вот-вот рухнет. Вот-вот волк на обед попадет. В качестве обеда. И зайчик перед телевизором дрожит. Что делать? Как волка из беды выручить? Придумал. Подскочил зайчик к розетке. Выдернул вилку. Перестал булькать кипятильник в озере. Похолодало. Снова выпал снег. И бросились крокодильщики обратно в озеро. Пока оно не сковалось льдом. Уплыли. А волк раскачивается в одних трусиках на верхушке дерева. Стучит от холода зубами. Дрожит. Взглянул он с экрана сквозь за индивелые ресницы на зайца. Которые в теплой комнате жизнью наслаждаются. И пообещал многозначительное. Ну-ну. Ну, заяц. Ну-ну-ну. Погоди. Тут дерево и треснуло. Прошло время. И снова оказались волк и зайчик перед экраном телевизора. Прошло время.